Имя лучшего студента Беларуси назовут уже завтра, а пока в Минском городском дворце культуры проходит интеллектуальный конкурс для финалистов. Яркое, грандиозное шоу объединило в себе экономистов, бухгалтеров, врачей и даже юных блюстителей закона. Несколько месяцев у ребят полным ходом шла подготовка. 18 финалистов ежедневно дефилировали, оттачивали творческие номера и подготавливали костюмы. Все номера написаны, все номера отрепетированы и все зависит только от того, как ты будешь чувствовать себя на сцене, как ты будешь подавать себя членам жюри, ну и в каком расположении духа будут сами члены жюри. Такое большое количество финалистов на одной сцене впервые в истории конкурса. Все участники уже доказали, что они лучшие не только в учебе, но успешны и талантливы во многих других сферах. И титул студента года 2023 будет присужден тому, кто, по мнению жюри, покажет лучший результат по итогам всех конкурсных испытаний республиканского финала. На самом деле очень важный этап – это ораторский конкурс и презентация своих проектов. Здесь очень важно, чтобы ребята смогли презентовать и себя, и, конечно же, свой проект. Очень важно прочувствовать, как человек будет чувствовать себя конкретно на сцене. То есть это и подача материала, и какие-то навыки конкретно ораторского искусства. Очень важно понять, как человек будет справляться с волнением. Завтрашний день раскроют таланты ребят во время финального студенческого шоу через конкурс визиток, в котором абсолютно каждый участник будет представлять себя в различных художественных интерпретациях. А в творческом конкурсе финалисты преобразят свои внутренние изменения в произведения искусства, затрагивающие глубины культурной трансформации. В один миг я потеряла все. Мне казалось, что я что-то упускаю, что все идет не так и только время исправно. Типа. Ульяна Ярмоленко, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости. Субтитры создавал DimaTorzok